Утро в Петербурге продолжается. Что в августе соберешь, с тем зиму проведешь, гласит народная мудрость. Именно сейчас каждому, кто следит за своим здоровьем, стоит задуматься, как обеспечить свой организм витаминами в холодное время года. Самыми лучшими помощниками в вопросе укрепления иммунитета всегда были лесные и садовые ягоды. Какие плоды являются витаминными чемпионами, почему с некоторыми из них нужно быть предельно аккуратными, мы узнаем прямо сейчас. У нас в студии Юлия Шарапова, нутрициолог, члена Ассоциации России по здоровью и питанию. Юлия, доброе утро. Здравствуйте, Юля. Доброе утро. Малина, голубика, смородина и черника – ягоды, которые я готова есть каждый день. Хотелось бы узнать ваш личный такой топ ягод, которые вы любите и почему. У вас хороший вкус. Были бы деньги, как говорится. Я бы сюда добавила бы еще облепиху и красную рябину, которую забыли, почему-то незаслуженно. Ее как-то никто не использует. Которая растет прямо на делениях? Которая растет. Она же горькая. Она горькая. Кстати, вот эта горечь, она позволяет потихонечку снижать тягу к сладкому. То есть у нас все горькие вкусы, они снижают тягу к сладкому. Так что это такой лайфхак, которым можно пользоваться. А еще она бесплатная, эта рябина. Она бесплатная, и она еще содержит 15-16 видов бета-каротина. Это предшественник витамина А. Это вот прям лидер по... Хорошо, а когда витаминный чемпион Августа, вот просто вот кладезь, где больше всего витаминов? В какой ягоде? Ну или в каких ягодах? Нет, я бы так вот не называла. Не стала бы акцентировать на это внимание. Почему? Потому что все знают, такое есть правило, правило радуги на тарелке. И это очень классное правило. Почему? Потому что чем больше цветов у нас на тарелке, тем больше витаминов, минералов, полезных веществ мы получим. То есть там биофлавоноиды во всех вариантах содержатся на тарелке разных цветов. Поэтому если мы хоть по чуть-чуть там в смузи, в коктейлях каких-то будем есть разного цвета ягоды, мы получим все витамины, которые нам нужны. То есть заострять внимание на каком-то конкретном витамине, ну, я думаю, что не стоит. А вот нам в детстве говорили, ешь, вот ешь ягоды, пока есть, запасайся витаминами на целый год. Это действительно работает? То есть можно как-то витаминами запастись? Или немножко по-другому. Ну, в какой-то степени да. Почему? Потому что мы готовим свой организм к зимним простудам, к осенним простудам, к осенним обострениям. То есть очень многие ягоды, они вырабатывают, помогают вырабатываться интерферону в нашем организме. То есть тот элемент, который борется с простудами. Если мы в наш период, август, сентябрь, в принципе, насытим наш организм какими-то витаминами, флавоноидами, минералами, то это будет очень здорово. Но водорастворимые витамины, особенно С, вымываются, он не накапливается. И чашка кофе способствует вымыванию суточной нормы витамина С. Юлия, скажите, пожалуйста, при определенных проблемах ЖКТ ягоды в сыром виде абсолютно противопоказаны. Какой тогда должна быть термическая обработка, чтобы их можно было есть людям, у которых есть проблемы с ЖКТ? Ну, к сожалению... Чтобы они сохранили какие-то свои полезные свойства. К сожалению, при термической обработке водорастворимые витамины, особенно С, исчезают практически полностью. Поэтому вот эти вот компоты, морсы, горячей водой залитые, они витамин С не содержат. Да, они содержат противовоспалительные. А, что-то полезное все-таки есть. Конечно, обязательно. Но витамин С полностью исчезает из них. И, в принципе, если у человека обострение именно ЖКТ, не стоит вообще, ни в каком виде их есть. Можно заменить на облепиховое масло. А как часто вообще ягоды можно есть? Вот если есть к ним доступ, то каждый день... Ежедневно. Это не будет вредить никогда организм? Ежедневно, конечно. Нет, нет. А количество? В каком количестве? Да. До где-то стакана. Ну, горсточка такая. В принципе, вот в половине стакана черной смородины содержится дневная норма витамина С. Ну, норма. А что будет, если объестся малиной, скажем? Ну, дети склонны к этому, да. Как минимум, аллергия. Ну, какого-то гипервитаминоза, такого нельзя. Нет, это очень сложно. А как сохранить ягоды на зиму? Сушить, заморозить или варенье? Идеально это заморозка. Это самый идеальный вариант, потому что в замороженном виде они хранят все свои полезные свойства до полугода. То есть полугода до весны мы можем спокойно есть эти ягоды. Не можем не спросить, как нам выбирать ягоды? На что обращаем внимание? Может быть, на налет, свет? Вот что важное? Да, надо смотреть, чтобы ягода была сухая, чтобы не было гнили. Потому что все-таки, если эта гниль попадет в одну ягодку, то вся партия, в принципе, будет со временем, там, день-два. Да, день-два. Если мы выбираем, особенно на рынке, надо посмотреть вообще этот лоток, как эти ягоды все выглядят. Лучше покупать на развес, а не контейнером. Конечно. Да, мы не видим. Тем более стекает сок, и в этом контейнере, скорее всего, вниз будет уже такой темноватый, с гнилью. На листочки смотреть еще можно. Спасибо большое. Друзья, у нас в гостях была Юрия Шарапова, нутрициолог, член Ассоциации России по здоровью и питанию. Спасибо вам большое.